дорогие мои друзья вы находитесь на канале галина коломейка кройка и шитье сегодня мне еще и еще раз хочется остановиться на самом главном то что я вам даю на своем канале оно приводит вашу работу в определенную последовательность в определенный порядок я очень хочу чтобы вы разложили все в своей голове прежде всего по полочкам и вам было удобно работать получалось бы это у вас побыстрее и более с более высоким качеством и поэтому я предлагаю вам еще раз вернуться к этой нашей схеме к этому нашему порядку чтобы вы не взяли шить будь то юбка блузка пальто или брюки вы всегда пройдете вот такие вот четыре основных этапов создания одежды это первый вы должны снять мерочки изучить свою фигурку и подготовить техническое задание номер один когда вы снимаете мерки вы записываете их вот в таком порядке когда вы присылаете их мне на проверку вы должны писать мне только вот эти вот цифры именно так как здесь у меня написано потому что значение каждой цифры я хорошо знаю чему призываю вас затем вы должны мне нарисовать техническое задание номер один техническое задание номер один выглядит у нас вот таким вот образом что это такое это рисунок технический эскиз это технический эскиз еще не вашего платья это технический эскиз технический эскиз вашей базовой конструкции. Здесь выписаны мерки, здесь выписаны прибавки. Вот этим заканчивается первый этап создания одежды. Затем второй этап создания одежды. Вы строите базовую конструкцию и затем выполняете контроль. Заканчивается это тем, что вы... Так, где у нас базовая конструкция? Вот у нас базовая конструкция. Посмотрите, базовая конструкция выглядит вот таким образом. И посмотрите, вот здесь у меня написаны цифры. Что это такое? Это контроль. Контрольных цифр всего шесть. Это бедра, это талия, это грудь. Это вертикальный диаметр проймы 21 сантиметр в данном случае. Вот здесь у вас должно быть кружочек написано еще 16 сантиметров. Это у нас высота ганта рукава. И 32 сантиметра это ширина рукава под проймой. То есть вот эти шесть контрольных цифр, пожалуйста, пишите обязательно на всех своих выкройках, потому что померить на картинке я их не могу. А знать, что это действительно соответствует вашим вот этим вот мерочкам, которые здесь написаны, и прибавочкам, которые вы использовали в построении. Я должна. Поэтому, пожалуйста, заканчивайте второй этап создания вашей одежды именно вот таким техническим заданием и вот таким вот вот таким вот чертежом со всем контролем, который вам необходим. Затем в третьем этапе нашей нашей работы мы с вами обязательно выполняем моделирование. То есть мы не всегда выточку оставляем на этом месте. Мы ее часто переносим, допустим, в боковой шов. На спинке мы часто делаем шлицу. Мы должны ее изобразить, значит, мы должны вводим средний шов по спинке и обязательно раздвигаем вот эти две талиевые выточки для того, чтобы наш силуэт был стройнее. То есть их нужно двигать боковым швам. Мы обязательно уменьшаем эти талиевые выточки по спинке, потому что часть полтора сантиметра мы обязательно забираем в средний шов, если он у нас появляется. И, конечно, мы как-то меняем горловинку. Вот здесь у меня, допустим, вырез лодочка нарисован. Вот. Это техническое задание номер два. И на основании этого технического задания номер два мы уже купили какую-то ткань. Возможно, мы подкорректируем какие-то свои прибавки и базовые конструкции у нас претерпят определенные изменения. Но мы уже выполним вот это моделирование и у нас будут готовы лекала. Лекала, которые вы будете использовать непосредственно на четвертом этапе нашей работы. Это этап создания работы непосредственно с тканью. Так вот, четвертый этап, в свою очередь, делится еще на 12 шагов или на 12 этапов, как вы можете здесь видеть. Они довольно понятны и очевидны для всех, для вас. Это и раскрой. Второй это обязательно сметать. Потом нужно обязательно померить. Потом внести какие-то определенные изменения или хотя бы, если их нет, то запомнить контуры. Стачивание прошить, обметывание обметать, поутюжить. Затем осноровка. Для многих из вас это слово непонятное. Подрезка мелких деталей, окончание или поузловая обработка, петли, пуговицы, плечики, ВТО на готовность. Так вот, мне хотелось бы чтобы дальше мы стали раскрывать содержание вот этого нашего самой цепочки работы с тканью, описание технологических операций. По-другому я это называю в своей книге и в своей видеошколе, но более подробно. Конечно, детально я показываю это в курсе. Видеокурс у меня есть, называется «Шьем ваше плечевое изделие». Можете туда обратиться, кто-то его купит, кто-то купит, когда это попадет на скидки, кто-то за полную стоимость. Но это прекрасная иллюстрация того, что вам нужно делать для того, чтобы вы свою работу выполняли очень добротно, аккуратно, быстро, качественно и очень-очень правильно, чтобы результат у вас получался поскорее. Итак, сегодня мы остановимся, например, на раскрое. У вас есть детали. У вас есть детали. Так, может быть убрать из кадра. Почему у нас опять прыгает вот это все? Так вот попробуем работать. Стало, кажется, получше. Пусть у нас будет вот так. Берем все из кадра. Итак, у нас с вами есть ткань. Мы принесли ее. И есть у нас выкройки, которые мы приготовили на первых трех этапах нашей создания одежды. Прежде всего, за этой тканью нам надо сходить. За тканью надо сходить и нам надо рассчитать то количество, которое мы хотим приобрести для того или иного изделия. Для того, чтобы правильно их рассчитать, нам нужно знать наши мерочки. Какие мерочки у нас? Вот они лежат перед нами. Значит, если у вас размер не слишком большой и ваше изделие входит в одну ширину ткани, то расчет будет следующим. Вы берете мерочку длина до талии попереда. Значит, первое это расход ткани. Как его посчитать? ДТП. Прибавляете длину изделия. Вы знаете, что она у нас измеряется от талии вниз. А ДТП это длина переда до талии. Так? И прибавляете сюда припуски. Два сантиметра наверх и пять сантиметров вниз. Итого получилось семь. Это если у вас изделие без рукава. Если у вас изделие с рукавчиком, значит вы добавляете сюда еще длину рукава. Тоже оно у вас, вот она есть, да? К длине рукава надо добавить припуски. Так как длину рукава мы делаем с прибавочкой два сантиметра, то те же самые припуски семь наверх и вниз. И у нас получится девять. Вот это необходимое и достаточное количество ткани, которые вам нужно купить в магазине. Что еще здесь вам в помощь? Вот у меня есть девочка. Зовут ее Лена Прибылова, моя ученица. Сейчас, если я вам быстро найду, то я вам покажу то приложение ткани, которое они сделали со своим коллегой. Так, вот здесь его я не вижу. Да, здесь я его не вижу. Так, далее я его вижу сейчас. Берем из кадра. Я его вижу сейчас на телефончике и постараюсь вам его показать, потому что здесь это точно у меня есть. И немножечко рассказать, что оно из себя представляет. Смотрите, вот такая иконка. Так, так, так. Вот такая вот иконочка. Видите, и написано ткани. Так, еще разочек. Ткани. Вот иконкой написано ткани. Да, красненькая иконка, белый манекенчик на ней. Кликаем туда. Посмотрите, что мы видим. Да, теперь я хочу, допустим, посчитать, сделать какой-то расчет. Я должна завести сюда мерки. Здесь еще есть и справочник, например. Ну, давайте еще раз. Я хочу посчитать, сколько мне нужно тканей на брюки. Да. Основные параметры у меня какие? Обхват бедер. Ну, допустим, у меня обхват бедер 120. Вот всегда трудно посчитать расход, да? Затем, что у нас есть длина изделия. Длина изделия, например, 102. И ширина ткани какая? Ширина ткани у нас, скажем, 140. Да? Рассчитать. И вот посмотрите, она нам пишет, что в ткани нам нужно 153 сантиметра. И еще показывает нам саму раскладку вот этой ткани. Не буду вас дальше утомлять. Скажу только, что вот в этом приложении есть еще замечательные такие вещи, как справочник. Какие виды ткани, например, гипюр, альпака, ангора, атласа, цитатный шелк, байка, бархат и бакист и так далее. Справочник. Какие свойства ткани? Воздуховая инициаемость, гидроскопичность, теплопроводность, электризуемость, например. Какие принты у нас бывают? И геометрические. Полоска морской стиль, полоска амбре, полоска рай, мессони, клетка шотланка и так далее. И так далее. Затем переплетения, какие у нас бывают? Полотняная, саржевая, сатиновая, жаккардовая и тоже так далее. То есть вы, имея вот такое вот приложение, состав ткани, какие у нас бывают, да? Вы можете познакомиться с этими тканями. Больше того, даже справочник магазинов тоже здесь включен. Его можно купить и для Атроида, и для Эппл. То есть заходите в плеймаркет. Сейчас оно стоит где-то около 2 долларов. У кого-то, у кого-то это стоит 280 рублей. Оно очень недорогое, но очень вам помогает. Вот это, что касается расхода ткани. Ну, плюс ко всему, вы можете рассчитать это так. Это получится одна длина изделия, плюс длина рукава. А мелкие детали у вас будут получаться где-то сбоку. Если, конечно, у вас большой размер, и ваши бедра больше, чем 120, то есть 60 в полуобхвате, вам нужно покупать две длины. Это минимум необходимый. Рукавчик может получиться сбоку. Это тоже, я думаю, что вам понятно. Если вы строите что-то сложное, вы не можете определиться точно с расходом ткани. Асимметрия какая-то, широкие юбки, солнце, полусолнце. Пожалуйста, можно сделать маленькие лекала. На столе, на уголочке стола выложите эти маленькие лекала, которые мы делаем в масштабе. И когда они закончатся, тогда и закончатся у вас с помощью вот такой масштабной линейки посчитать расход ткани. Потому что мы их строим с помощью вот такой линейки. Вот это, что касается ответа на вопрос, сколько ткани нам нужно купить на то или иное изделие. Когда вы ее купили, ну, конечно, нужно прибавить. Если ткань дает усадку, процентов, допустим, 15-20 на усадку можно добавить. Если ткань с принтом, то есть повторяющаяся часть рисунка, это принт у нас, да, значит, вы обычно добавляют еще одну величину вот этого, вот этого вот повторяющейся части рисунка, которая называется, выскочило слово из головы, ну, вот клетка, например, да, вы должны купить больше этой ткани на величину вот этого повторяющейся части рисунка. Для того, чтобы потом иметь возможность эту клеточку подгонять, потому что при подгонке рисунка у нас всегда увеличивается расход ткани. Этот рисунок может быть также абсолютно каким-то необязательно геометричным. Он может быть, повторяющаяся часть рисунка может иметь цветочный какой-то орнамент или какие-то волны там могут быть. Можно, нужно все это аккуратненько разглядеть. Или может быть какая-то вообще художественная там роспись типа кжели какой-то, да. Нужно все это внимательно разглядеть, чтобы понять, где цветовое пятно у вас окажется, если там принт очень большой. Повторяющаяся часть рисунка может доходить до полутора метров. И надо очень хорошо осознавать, где у вас получится, допустим, цветок у лица или он у вас окажется где-то ниже гораздо. То есть все это очень важно при том внимательном подходе, который вы должны будете иметь в магазине ткани, непосредственно делая там свой выбор. Вот это что касается по рекомендациям по расходу ткани. И второй момент. Перед раскроем вам нужно ткань обязательно продекотировать. Что такое декотировка? Многие из вас тоже знают. Декотировка. Это по большому счету проутюжка нашей ткани с помощью пара. Но не все ткани можно утюжить таким образом. Например, деликатные ткани, такие как натуральный шелк. Конечно, вы знаете, что натуральный шелк и боится воды. Его нельзя стирать. Его нужно носить только в химчистку. Он от каждой капельки водички или пота оставляет след иногда на ткани. Очень сложно с ним. Он непрактичен. Мало того, что с ним очень сложно работать, его еще и очень сложно носить. Поэтому если у вас нет большого опыта в работе с такими изделиями, я не советую вам делать выбор в пользу вот такого натурального шелка. А все остальное – это, пожалуйста, вискоза, пожалуйста. Все ткани делятся в основном на 4 больших группы. Я тоже уже это вам неоднократно говорила. Это натуральные ткани, вы их хорошо знаете. Хлопок, шерсть, вискоза. Нет, простите, не вискоза. Хлопок, шерсть. Что еще? Хлопок, шерсть, шелк, репс. Может быть, репсовые такие репс растет. У нас культура такая, которая растет. Еще есть искусственные ткани. Вот как раз вискоза относится к искусственным тканям. Ацетат, триацетатное волокно – это переработанное дерево, переработанные опилки. Поэтому в вискозе мы все дышим. Нам хорошо, нам уютно и комфортно. Но вискозы, так и как и натуральные ткани, они, конечно, очень мнутся. Но мы их любим, они дешевы. Мы можем их менять почаще. Мы их покупаем и с удовольствием носим ткани, которые состоят из вискозы. Особенно трикотажное полотно. Оно уже не так сильно мнется. Очень дышит, в жару в нем легко. Называется даже такая история в ткани, как холодный трикотаж. Холодный трикотаж делается именно из вискозы. Третья группа тканей – это синтетика. Синтетика вся делается абсолютно из нефти. И нам не очень комфортно, да, но она зато совсем не мнется. И в холодное время года она достаточно может оказаться практичной, потому что к телу ближе мы оденем что-то натуральное и приятное. А дальше уже верхний слой одежды может быть у нас синтетическим. Ну а летом, конечно, мы носить не будем. И четвертая большая группа тканей, сегодня самая многочисленная, это, конечно, ткани смесовые, которые состоят из вот этих вот. Первое натуральное, из тех и других волокон. Ткани натуральные, второе – это искусственные, не надо путать с синтетикой. Третье – это синтетические ткани. И четвертое – это смесовые, от слова «мешать». Наша задача – купить такую смесовую ткань, которая будет побольше натуральных тканей и искусственных, и поменьше будет тканей синтетических. Например, тот же шелк с добавками эластана, он уже гораздо более приятный, в работе, хороший в носке, мало мнется. Он уже не такой капризный, и можно с ним поступать. Ну и давайте сегодня мы уже договорим, что такое декотировка, коли мы с нее начали. Я люблю любую ткань, кроме того, что поутюжить, я принеся из магазина, я люблю ее постирать. Люблю ее постирать, конечно, на том режиме стиральной машинки, на которой я буду ее носить, допустим, шерсть, значит, на шерсти, на ручной стирке на какой-то, на очень деликатной будет стирке, да? Просто деликатно ее постирать с небольшим количеством порошка, и потом расправив, аккуратненько высушить. И только потом уже ее, конечно же, аккуратно поутюжить. Утюжки надо соблюдать долевые и перпендикулярные уточные нити, чтобы между ними был прямой уголочек. Делать это очень аккуратно для того, чтобы ваши волокна выстроились перпендикулярно друг к другу. Если ваши волокна не имеют между собой вот такого вот перпендикулярного угла, когда долевая нить перпендикулярно нити уточной, то вот такое выкроенное, вот это вот правильное положение, а вот такое положение долевой нити и уточной уже неправильное. Вот это положение мы использовать не имеем прав, потому что детали, выкроенные вот таким образом, у нас могут дать в процессе носки перекосы, и низ будет, боковые швы будут уходить, угрючин будут тоже боковые швы закручиваться. Поэтому сохранение перпендикулярности уточной нити, относительно долевой нити, для нас очень-очень важно. И перед тем, как приступить непосредственно к раскрою, мы об этом будем с вами заботиться. Итак, сегодня мы поговорили об общей схеме, мы поговорили детально про начало раскроя ткани, о том, что такое, как посчитать расход ткани и как выполнить правильно декотировку. На этом разрешите сегодняшнюю часть закончить, и продолжение будет следовать. Задавайте свои вопросы, придавайте значение вот таким вот вещам, и тогда ваш старт будет более правильным, благополучным, и работать вам будет с этим легче. До новых встреч! Всегда ваша Галина Коломейко.